Так, мои золотые, всем привет! Всем хорошего дня, отличного настроения! Сегодня записываю видео по просьбам подписчиков про мою машину. Вот, прошел ровно спустя год, как я приобрел новый автомобиль Renault Captur 2020 года у меня автомобиль. Комплектация у меня максимальная. Кожаные сидения, полностью вся мультимедиа, камера заднего вида. И, в общем, всякие-всякие разные примочки. Так, меня просили рассказать про автомобиль спустя год эксплуатации, год пользования. Что было, что менял, какие-то проблемы, не проблемы. В общем, сегодня решил я это видео записать. Так, начнем, наверное, с салона тогда. По салону. Когда я снимал видео, когда автомобиль еще был новый, только с салона, ничего внутри не скрипело, не стучало, не визжало. Ну, как это сверчки, да, называются. Так. Все было хорошо, да. Потом, ближе, наверное, к зиме пошли какие-то небольшие скрипы в пластике, в дверях. Но незначительные. Потом они исчезли. Ну, это где-то, наверное, недельку-две было. Я так думаю, что это все прикатывалось, приседалось. Оседало, точнее, поседалось. Наседало все на место. И, в общем-то говоря, все пропало. И сейчас уже сколько езжу, да, на протяжении года в машине тишина. Все очень хорошо. Так, дальше. По поводу зимы. Зиму машина пережила, слава богу, очень хорошо. Все вы знаете, в Питере были просто невероятные морозы. По 27. Даже вечером, помню, было 29 градусов мороза, да. Я работал рано утром. Уезжал на работу. И, собственно говоря, чтобы долго машину не греть, я ставил ее на автозапуск. По поводу автозапуска, да, в такую минусовую погоду машина заводится в полоборота. У меня в гараже, помню, тогда было минус 27 утром. Машина, я прихожу, уже прогретое. В машине тепло. Машина, кстати, очень теплая. Нигде ничего не дует, не поддувает. Тепло внутри салона держит очень хорошо. Я не знаю, кто там, кому что не нравится. С моим автомобилем, слава богу, все в порядке. Машина теплая. Зимой очень комфортно. Также в метели, снега, ледяной дождь у нас был. Все хорошо, не запотевает. То есть салон внутри, да, есть проблемы. Вот как у меня на предыдущей машине были. Все потело, не знал, что делать. Здесь, слава богу, таких проблем нет. Все очень хорошо. Так, что еще? А, подогрев сидений. Очень классная штука. Тоже приходишь, я оставлял включенным его на ночь. Приходишь, сиденье уже нагреты, садишься, в пятой точке, все хорошо, приятно. Не холодно. В общем, в этом плане тоже все прекрасно. То есть по салону больше ничего нет. Вот были какие-то скрипы, да, которые сами появились, сами прошли. Все. Теперь все прекрасно. Разгон нормальный, топливо расходует также нормально. Не придраться, не к чему. В принципе, не к чему. Все в порядке. Кожа за год выглядит прекрасно. Не знаю, ну, потом покажу в салон. Кожа выглядит прекрасно, нигде ничего не трескается, нигде откуда вставки, где нитки, есть строчка из ниток. Ничего нигде не вылезает, ничего не протирается. Хотите помыть, тряпочкой протерли и все прекрасно. Просто многие читал отзывы, то, что на сидениях, ну, где спина, да, где жопа, какие-то трещины появляются, складки, не знаю. У меня ездит в машине очень много людей и что на задних сидениях, что на передних все в порядке. Никаких проблем. Очень хорошо, самое главное, удобно мыть, протрем тряпочкой, все чисто, хорошо. Так, коробка, вариатор работает, слава богу, прекрасно. У меня пробег, пробег сейчас на машине, сейчас я скажу, какой. 57300, вот, на год я накатал 57000 пробег. Что меняю в машине? Своевременно прохожу ТО, все отметки у меня в книжке делаются, штампики делаются, все ставится. советую покупать свое масло, свои фильтры, выходит дешевле, ТО обходить, я его прохожу только в дилере, мне нравится мой дилер, все очень доступно объясняет, все показывает, рассказывает, осмотр автомобиля, все проходит при тебе, задаете вопросы, что вас интересует, все расскажет, все подскажет, я нашел своего мастера, езжу только к нему, в общем, все прекрасно, все супер, меняю, как вы сказал, только масло, свечи, и один раз поменял колодки тормозные, а еще была такая проблема, весной, сзади барабаны немножко свистели при нажатии тормоза и отпускании тормоза, эта проблема решилась очень просто, просто нужно почистить задние барабаны, и все, все прекрасно, сзади тоже, надеюсь, так и будет, так, климат контроля работает прекрасно, в такую же руку, сейчас у нас в Питере 30-35, в машине холодно, выставляете нужную температуру, все прекрасно, комфортно ехать на дальние расстояния, да, ездил тоже далеко, от Питера часа 4 где-то, в одно место надо было скататься, туда-обратно, машина ведет на трассе себя хорошо, разгон хороший, едет комфортно, в общем, я не знаю, что еще сказать, в принципе, все, наверное, потому что, ну, придраться не к чему, хороший, нормальный автомобиль за свои деньги, мне кажется, лучшего автомобиля за такую сумму со всеми наворотами и сейчас не найти, разве что какого-то китайца, как-то так, как-то так, так все прекрасно, багажник вместимый, очень много туда помещается, потому что, вы же знаете, я работаю, ну, кто меня смотрит на овощной базе, на Софийской, вожу очень много, и овощей, и фруктов, и арбузы, и дыни сейчас пошли, то есть, это вес довольно-таки нормальный, машина у меня полноприводная, ничего нормального, задница у нее не оседает, все комфортно, тяга хорошая, я езжу, можно сказать, так же, как и на механике, совершенно спокойно, педаль в пол я не нажимаю, то есть, ну, как бы, проблем с этим нету, все хорошо, так, ну, в принципе, наверное, ответил на ваши вопросы, которые интересовали больше всего, ну, как и сказал, да, менял я только масло, свечи, фильтры, и колодки передней поменял, сейчас на 60 тысяч пробега, нужно будет поменять масло, в коробке вариатор, ну, и как обычно, расходники, да, там масло, свечи, фильтры, это уже на следующем ТО у меня будет, где-то ТО у меня укладывается в 1013 стабильно, на протяжении года, сколько я делаю, я уже, по-моему, 5 ТО сделал, или 4, я уже не помню, вот, в принципе, все в порядке, меня все устраивает, так что, если надумаете покупать автомобиль, для города, 1,6 передний привод, вполне достаточно, я считаю, что полноприводный смысл брать, нету, переплата, плюсы, будете обслуживать, как это называется, сзади тоже, даже не помню, редуктор, по-моему, или что-то такое, тоже масло там постоянно менять надо, вот, турбину я не захотел брать автомобиль, хотя предлагали новый рестайлинговый Каптюр, не знаю, я к турбине как-то что-то не очень, мне комфортно, и достаточно 1,6 переднего привода, и по лесам спокойно ездили мы, в общем, все достаточно, так что, автомобилем я доволен, за год он проверил себя очень хорошо, надеюсь, что дальше, слава богу, так и будет, дай бог, проходить, а, так что, супер, я доволен, сейчас покажу вам салон, выглядит он хорошо, как новенький, сейчас покажу, ну вот, собственно говоря, салон, здесь, кстати, управление зеркалами боковыми, они же тоже складываются автоматически, уже, как в рестайлинговых Каптюрах, сделано все, как бы выглядит салон нормально, только коврики надо вытряхнуть, помыть, вот, пожалуйста, смотрите, кожа, никаких складок, все ровно, все хорошо, вот, потому что, все в этом плане в порядке, дальше, что, сзади тоже все в порядке, масло на всякий случай, доливочное вожу с собой, это зонтик не нужен, приходится иногда доливать, там 100 миллилитров, на тысяч пять, наверное, но это нормально, масло не жрет, все в порядке, вот, ну и внешне, конечно, надо помыть машинку, внешне, как бы, тоже все, слава богу, хорошо, вот, черненькая, по-моему, рассказывал, да, мне предлагали два цвета на выбор, черный полностью, и коричневый, с черной крышей, честно говоря, разницы особо никакой, я не заметил, в цвете, ну вот, а, коричневый, с черной крышей, сиденья были тряпочные, тряпочки, вот, а в этой вот так, кожа, в общем, понравилось это, а и оптика была обычная, в коричневом автомобиле, а, на черном, полностью, вся светодиодная, сейчас покажу, у меня все стоит на автоматическом режиме, оптика вся, то есть, когда темно, автомобиль сам включает свет, сам выключает, так и ездите с дневными ходовыми, то есть, нормально, в общем, автомобилем я доволен, по проходимости, по лесам, по всяким оврагам, кочкам, на поребрике, кстати, у зимы тоже в сугробы, надо было объехать кое-что, машина спокойно, на поребрик заезжает, нигде ничего не задевает, но при этом, у меня полностью, вся машина была забита людьми, в общем, как бы, супер, то, что мне надо было, то, что мне надо, так что, как-то, вот так, вот такой вот, обзорчик, через год пользования, автомобилем, Renault Captur, машина супер, правда, главное, правильно ездить, правильно ее эксплуатировать, все время, вовремя, проходить ТО, вот, и все будет с вашим автомобилем в порядке, так что, вот так, мои хорошие, всем прекрасного дня, отличного настроения, и до скорой встречи, пока-пока, сейчас мы ее туда с вами заведем, так, вот, и смотрите, видите, да, пробег 57 тысяч, чтобы не быть голословным, вот, так что, все в порядке, сейчас вот уже 32 градуса на улице, мультимедиа, тоже все работает хорошо, с камерой заднего вида, тоже нормально, так, оп, видите, все хорошо видно, так, ну, в общем, все в порядке, вот, зеркала складываются автоматически, я не помню, показывал или не показывал, складываются, раскладываются, и при выключении автомобиля, тоже они, сами автоматически складываются, в общем, хорошо, все, мои хорошие, всем пока, теперь точно пока, 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 Продолжение следует...